Спасибо, а мы согласны. Ваша музыка подошла бы для озвучки ваших же фильмов, мне кажется. Идут какие-то истории, картины, очень приятная такая душевная атмосфера. Душевная, без любви, без друзей, конечно же, жить нельзя. И без пирогов с вином тоже замечательно, мне понравились эти слова. У нас назрел следующий вопрос. Бывало так, что кто-то просил вас написать ему песню? Нет, я, в общем-то, сам всегда друзьям писал. Просто сейчас уже, конечно, сложилась такая традиция, что я, если прихожу к кому-то на день рождения, они уже заранее спрашивают, ты с гитарой или без, ты песню будешь нам петь? А мне кажется, это уже не обсуждается, все знают, что вы с гитарой, и все. Уже как бы традиция такая сложилась. И когда я прихожу без гитары, люди обижаются. Но я просто стихи читаю какие-то, или стихи, или песни обязательно. Мы знаем, что вы раньше не особо записывали песни, которые вы сочиняли, и сейчас очень многие вылезли из головы, но со временем возвращаются. Как это происходит? Может быть, при каких обстоятельствах? Ну, я все равно продолжаю. Сейчас легкий доступ через интернет к песням любимых авторов, да, и я часто смотрю, слушаю их и читаю Клячкина, Висбора. И, в общем-то, возникает какая-то тема, да, песни его, которая вдруг, я вспоминаю, что в эти же годы я тоже что-то написал на эту тему, и у меня это все восстанавливается, восстанавливается. То есть, например, вспомнил песню Клячкин по поводу, когда, это было, по-моему, в районе 78-го года, да, и вот большой друг и поэт, его изгоняли из Союза, и по этому поводу Клячкин написал песню «Прощание с Родиной». И вот я ее недавно, когда посмотрел в Ютубе, да, эту песню услышал, до этого я ее почему-то не слышал. И вот в это же время я тоже написал песню, которая называлась «Прощание с друзьями». Я тоже собирался уезжать, и вот такая у меня была песня. И вот она у меня восстановилась, 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 и я не уехал и забыл про нее. Хорошо, что вы не уехали. Ну, хорошо, да, реально. А вот мне интересно всегда было, вот как архитектор все-таки по образованию, по мышлению, вот, во-первых, расскажите о том, как вы выбрали такую профессию изначально. Это был выбор сознательный? Да, да, я мечтал быть художником, архитектором, и я заканчивал в свое время художественную школу при училище Грекова. Это, по-моему, был 65-69 год. И после… Нет, школу я заканчивал раньше, извините, это школу я заканчивал где-то в 69-м, это я уже закончил техникум, до техникума, до 65-го года. А какой техникум, простите? Промышленная автоматика. Ага, то уже пошла технократия такая пошла, да, уже дальше-дальше. Ну, мама сказала, надо идти в техникум, естественно, я пошел в техникум, потом после техникума сразу женился, ушел в армию, отслужил армию два года. Я приехал, и, естественно, в Одессе куда поступать, я, конечно, хотел или в Академию Ленинградскую, я говорил, или в наш архитектурный, на архитектурный факультет АИСИ, я туда поступил, в архитектурный. И, в общем-то, есть даже несколько зданий, построенных по моему проекту. В Одессе, например, дворец Олимпиец, рядом с дворцом спорта, да, по моему проекту. Я тогда работал в Петри, и тогда был Симоненко, только не это Симоненко, который сейчас в парламенте, а тот Симоненко, который был секретарем Приморского райкома партии, а потом секретарем райкома. Да, вот, я тогда был молодой архитектор, и меня, как молодого архитектора, к нему пригласили, был год ребенка, 78-й, он говорит, вот у меня есть идея, выбирай площадку и давай строить. То есть это все с колес было. Я выбрал дальнюю машину, потому что я к нему приехал на велосипеде в Приморской райком партии. Строилось все с колес, чертежи забирали с колес, то есть все это было буквально за полгода от технического до рабочего проекта и до того, что его построили. Семен Ильич, у нас уже время подходит к концу нашего общения, мы так вот, пролетело время быстро, мы так завороженно слушали вас. Спойте нам на прощание песенку, выберите какую-то вашу любимую. Хорошо, я спою песенку «Мой двор». Милый дворик в лучах купается, из балкона в сосульки тается, и воровушки греют перочки у ворот. В лужах солнышко умывается, и головки на хлеб слетаются, лежат лапки свои на солнышке серый кот. Я гляжу из окна на улицу, как они там внизу милуются, и по лужам топочет ножками ветвора. Как приходят лучи весенние, и приносят всем настроение, и уносят зиму уставшую со двора. Старый дворик блестает стеклами, открывающимися окнами, и щелковица провожидается ото сна. И народ и закон общается, к общей радости приобщается, это значит к нам в город просто пришла весна. В лужах солнышко улыбается, из балкона в сосульки тается, и воровушки греют перышки у ворот. Милый дворик в лучах купается, и головки на хлеб слетаются, лежат лапки свои на солнышке серый кот. В лужах солнышко улыбается, и головки на хлеб слетаются, лежат лапки свои на солнышке серый кот. Спасибо, что вы сейчас их записываете. Должна каждая песня остаться в истории, потому что потом, мы думаем, будет кому их слушать. Чтобы сохранить тот дух Одессы, поэтому мы ждем вас в этой студии с новыми песнями, возможно, с новым альбомом. А пока, до встречи!